Мы находимся на пересечении улиц Карла Маркса и Горького. Это один из четырех участков, где полностью перекроют движение. Здесь уже начали устанавливать соответствующие дорожные знаки, правда пока что они закрыты непрозрачным материалом, чтобы не путать водителей. Черное полотно превратится в знак «Кирпич» в полночь с 9 на 10 августа. Таких ограничений будет несколько от Робеспьера до Декабристов, от диктатуры проэльтериата до Кирова, от Вейнбаума до Сурикова, а также на участке между площадью Революции и Центральным парком. Тем временем проспект Мира станет полностью односторонним от профсоюзов до Парижской коммуны. Правую полосу оставят для общественного транспорта и такси. В мэрии утверждают, пробки в центре города станут сильнее, однако такая схема движения доставит меньше неудобств автомобилистам. Эта схема наиболее оптимальна и задержки по сети, конечно, движение ухудшится, это очевидно и без моделирования, но это минимальные задержки, эта схема предполагает, в целом на 40 секунд. То есть было при существующем варианте у нас 279,8 секунд задержки транспорта по сети, встанет 322,4. Скорость движения транспорта в целом также снизится на примерно 2 км в час. Остальные варианты, они гораздо хуже. Кроме того, на проспекте Мира запретят остановку и стоянку вдоль всей улицы. В управлении дорог и благоустройства обещают обустроить дополнительные парковочные места на соседних перекрестках. Нарушения будут фиксировать передвижные паркованные штраф в полторы тысячи рублей. Однако в ГАИ говорят, первые два дня после нововведения штрафовать водители не будут. Экипажи ДПС будут самостоятельно направлять поток машин в правильном направлении. Сотрудники госавтоинспекции будут находиться на тех перекрытых местах, где у нас будет поменено дорожное движение. Именно информировать водительский состав, как ранее уже вам сказали, что у нас водители в основном ездят по привычке. В данной ситуации их будем направлять именно по новой схеме дорожного движения. Парковки будут на Мира запрещены, чтобы у нас не затруднять дорожное движение. Там будет задействована именно фото-видео фиксация, это парконы, по поводу водителей, которые будут нарушать правила дорожного движения, именно по остановке стоянки. Напомню, менять привычные маршруты на менее удобные и свободные красноярцам придется из-за строительства метро. Сейчас оно переходит в активную фазу. Специалисты проведут археологические работы, вынесут 5 километров сетей связи, 320 метров трубопроводов, водоснабжение и городской канализации, километр наружного освещения и выработают котлован. В Центре транспортной логистики сообщают, ограничить движение необходимо для безопасности местных жителей. Привыкнуть к нововведениям водителям придется на два года. В 2026-м в Красноярске должна появиться первая ветка метро. Александра Козлова, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова